МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Это предназначено для выпуска строительных материалов и обеспечения стройки всеми видами необходимой продукции. Песчано-агравийные смеси являются одним из самых востребованных материалов строительства, добыча которого производится в карьере Мординский в русле реки АК на глубине до 10 метров. В настоящее время, по словам Виктора Петровича, на строительных объектах, как правило, используют обогащенную ПГС, которая соответствует ГОСТу. Начинается это все с добычи песчано-агравийной смеси, карьер Мординский, имеется лицензия у нас. Добываем ПГС с глубины 8-9 метров, получается самый чистый ПГС, мытый. И дальше, после добычи земснарядом, идет отгрузка экскаваторами на переработку. При добыче сырья обычно используют специализированный земснаряд с насосом. С его помощью со дна водоема на поверхность поднимают смесь из песка, гравия, глины, иллы и воды. Далее при помощи фильтров она промывается от посторонних включений. Вода сливается обратно в водоем, а отфильтрованное сырье, это и есть готовая промытая песчано-гравийная смесь, отправляется на дальнейшую переработку. Переработка идет на установке гравийно-сортировочной, где формируется булыга, песок, мелкий гравий. И следующий передел, это булыга, дробится на мелкий щебень, крупный щебень и песок дробленый. Все это затем идет на переработку дальнейшую по технологической цепочке на бетонный завод, где производится бетон. После прохождения технологического процесса полученный материал отправляется на бетонный завод. Это материал, без которого нельзя представить ни один строительный объект. Его уникальность неоспорима, ведь так или иначе он участвует практически во всех строительных этапах, отмечает Виктор Зюзин. Бетон выпускаем. В день можем выпускать 200-300 кубометров, если надо больше, то выпускаем и больше. Были такие моменты, когда требовалось непрерывный бетон выпускать в больших количествах, и коллектив успешно и надежно справлялся. Продукция как песчаногравийной смеси, так и бетонно-товарного идет во все районы. Это Нукутский район, это Тулунский район, это Золаринский район, Куйтунский, Зиминский, в общем, Саяно-Зиминский регион. Везде используем нашу продукцию. Можно смело утверждать, что ни одно современное строительство не может обойтись без применения бетона, а также железобетонных конструкций, что касается не только высотных зданий, но и объектов малоэтажного строительства. Сегодня из бетона, который производит управление промышленных предприятий, руководителем которого является Виктор Зюзин, построено множество объектов соцкультбыта. Из нашего бетона построена школа и в Тулуне, и школа номер 8 в Саянске, и школа номер 10 в зиме, только что вот сданная в эксплуатацию. Ну и продолжаем выпускать дальше этот бетон по всем заявкам. Надо сказать, что в последнее время объемы строительства увеличились. Заказчики идут, мы намечаем планы, решаем эти вопросы, и дальше выпускаем продукцию. В последнее время увеличился выпуск железобетонных изделий. Также на предприятии ОПП производят выпуск железобетонных изделий. Здесь имеется несколько технологических линий, на каждой из которых изготавливается определенный вид продукции с применением наиболее подходящего способа производства. Это и сваи, это и лотки, это и кольца, и другие железобетонные изделия, которые применяются на строительных площадках. Все это у нас есть в нужном количестве, в нужных объемах, согласовываем с заказчиком и выпускаем. Основой успеха любой компании являются люди. За годы многолетней работы, по словам гендиректора Виктора Зюзина, в управлении промышленных предприятий сформировалась сплоченная команда высоко квалифицированных специалистов, которые решают разносторонние задачи в области строительства, продаж и обеспечения клиентского сервиса. Коллектив наш довольно-таки молодой, средний возраст, ну где-то 32-33 года. Работает инженерно-технический состав, мощный. Это начальники цехов Боровик Анатолий Федорович, который отработал на стройке уже 38 лет, приближается к 40 годам старшего, трудовой, неизменный. Так же, как и я, работаю уже тут, наверное, пятый десяток, разменял, если точнее, 45 лет будет. Бондаренко Виталий Викторович, который у нас работает тоже, и его отец работал начальником асфальтного завода, теперь он у нас работает начальником формовочного цеха, сильный инженер, сильный грамотный инженер. Цех один из самых ведущих. Все руководители у меня грамотные, ну и все настроены работать, работать и работать, выпускать. Чувствуют ритм стройки, как нашей, так и другие объекты. Сейчас строится бассейн в городе Зиме, там участвуем. Строится большая теплотрасса в городе Зиме. Тоже изготавливаем сваи, лотки, ну и другие. Все материалы, которые сопутствуют этому, начиная от песчаной гравильной смеси и кончая с железобетоном. Работая напрямую с покупателем, компания несет полную ответственность на всех этапах совершения сделки и выполняет все гарантийные обязательства в сфере предоставляемых услуг. Выпускаемая продукция наша обеспечивает полностью потребность восток-центра нашего и не только нашего, а и все вот эти вот ближайшие районы, которые нуждаются в нашей продукции, мы их тоже обеспечиваем. Это все районы, как и раньше говорил, Тулунский, Куйтунский, Золоринский, Саяноземинский регион полностью. В августе строители будут отмечать свой профессиональный праздник, который совпал с 55-летием компании «Восток-центр». Позади, по словам гендиректора Управления промышленных предприятий, проделана большая работа, но впереди еще предстоит строительство множества новых объектов. Сегодня его коллектив работает на общее дело и очень приятно видеть замечательный результат работы всего строительного холдинга. В целом, хотя труд строителя тяжелый, но, как считает Виктор Петрович Зюзин, он благородный и созидательный. В этом году приближается дата 55 лет нашей стройки. Хотелось бы всех, кто работал, кто участвовал в строительстве, поздравить с этой датой, пожелать всем здоровья, успехов и всего самого наилучшего. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова